Друзья, добро пожаловать в компьютерную мастерскую Happy PC. Это город Белград. Остается буквально несколько дней до Нового года. Я надеюсь, новогоднее настроение у вас уже, знаете, вот так вот, в такой вот прогрессии увеличивается. У нас в Белграде, к сожалению, снежочка нет. Завидую тем, у кого он есть, потому что вот снежочек, Новый год, Дед Мороз, они вот это в симбиозе работают, и предвкушение праздника с детства в нас всегда остается. Сегодняшний ролик будет, это такая старая классика жанра на тему апгрейда стареньких агрегатов, которые мне лично приносят, наверное, больше всего удовольствия. Я редко, но с определенной вот такой вот периодичностью снимаю такие агрегаты. Мы с вами смотрим, что можно в старичка воткнуть, чтобы он еще пожил в 2022 году, а уже скоро в 2023. Эта тема актуальна для тех, у кого старенькие агрегаты, и вы хотите все-таки на них еще посидеть немножко, не продавать, не выкидывать, а все же, чтобы они выполняли современные задачи. И сегодня у нас в главных ролях агрегат, который клиент вчера принес, и сегодня мы прямо на глазах проапгрейдим. И проапгрейдим достаточно плотненько и сравним, как он себя чувствует до и как он себя будет чувствовать после. То есть обсудим все эти темы, это достаточно простые вещи, которые буквально каждый из вас может сделать у себя дома. Поэтому это видео будет полезным, но в прямом смысле абсолютно всех, потому что паяльник вам не нужен, знания какие-то вам не нужны, просто четко некоторые моменты учесть, и все у вас замечательно получится. Поэтому, друзья, встречайте главного героя нашего сегодняшнего ролика, вот такой вот пыльненький, грязненький, но в своем роде легендарная модель от Lenovo G780. G780, друзья, это сразу вы должны понимать то, что идет на 17 дюймов. Это здорово, это большой ноутбук, 17-дюймовые ноутбуки обычно чуть подороже стоят, поэтому их имеет смысл действительно беречь с большей, назовем так, аккуратностью, потому что новые 17-дюймовые агрегаты вы копеечку выложите достаточно прилично. И если мы откроем крышечку, друзья, мы увидим то, что, эх, он сохранился достаточно неплохо, то есть его протереть, сделать небольшое восстановление, он будет вообще красавчиком. У них очень классный эрготайп клавиатуры всегда шла, металлический вот этот вот корпус. Мы видим то, что здесь наклейка Pentium двухъядерного процессора и NVIDIA GeForce, то есть у нас с вами есть и видеокарта, назовем ее игровой, потому что на ноутбуке любая видеокарта является игровой, друзья, даже встроенная, я вам так скажу, потому что ноутбуки, они, из них всегда выжимают все соки, когда речь касается игр, поэтому там видюха трудится вот на полную катушку. И он действительно неплох, он действительно крутой, симпатичный тачпад, он очень хорошо сохранился. Это моделька 2012 года, то есть, друзья, 10 лет эта штуковина, вот как была куплена примерно, отслужила, отпахала и чувствует себя замечательно. Если мы пробежимся там по портам, посмотрим, мы видим то, что USB-шки 3.0, тут их несколько USB-шек, HDMI, VGA, вернее, HDMI, RJ45, с этой стороны у нас дисковод полноценный, раздельный уши, микрофон, еще одна USB-шка, ну, в общем, полный комплект всех ништяков и картридер, ну, класс! Я беру в руки эти агрегаты и понимаю то, что вот это поколение у меня больше тепла вызывает, а тепло к Новому году особенно важно. Поэтому, друзья, мы сегодня с вами займемся непосредственно полностью его прокачкой. на ваших глазах. Но перед этим вы все прекрасно понимаете то, что, поскольку пару денечков до 2023 года, многие ребята проводят розыгрыши, в том числе и мы будем проводить, но чуть попозже. А сейчас я хочу сказать про ребят, если вы помните, когда я был в Петербурге, мы забегали с Ваньком к ребятам из PC Boost. Так, посмотрим, как все это дело выглядит снаружи. Какой адрес? Адрес скажи. Комендантские 4, корпус А, литера А, да? Корпус 2, литера А. Вот, ребята называются PC Boost. То есть мы сразу с вами переводим, это, знаете, ускорение компьютеров, то есть они бустануть комп свой нужен. Выглядит это все вот так. У нас полностью такой вот прозрачный сектор. Это секция 223, и вы можете уже сразу оценить, насколько здесь, какая красота стоит. Так, Кирилл. Да, мне звук. Кирилл и Дима, давайте кулачки тоже. Традиционно, традиционно. Вань. Так, собственно, первый вопрос. Друзья, чем вы тут занимаетесь? У вас прям это рюк? Тоже, вы тоже в хорошее кресло, кайфуете. Так, давайте. А вы поближе, поближе друг к дружке. Так, ладно, хорошо. Расскажите, во-первых, чем вы тут занимаетесь, безусловно. Потому что я сказал, что вы собираете компьютеры из нового, но я всех подробностей не знаю. Какая у вас идея, какая философия, и почему вы тут? Мы хотим, чтобы у всех людей, которые любят эти замечательные, шикарные компьютеры, они всегда работали стабильно, выглядели красиво, как внутри, так и снаружи. Чтобы не было никаких проблем, чтобы было все стабильно и кайфово, наконец-то. Чтобы человек, покупая себе новый компьютер, не парился ни насчет ни гарантии, ни обслуживания. Чтобы он просто брал его и пользовался им. Вот чего мы хотим. Нас достала история с бэушкой. Мы в свое время занимались этой историей достаточно долго, больше 10 лет. И микс нового бэушного, такая себе история. Мы перешли на новое, когда переехали в Санкт-Петербург. И нам это нравится. Это такие два крутых парня, которые собирают компьютеры, делают это с душой и любовью, как я надеюсь, как делаем это мы. И у них проводится конкурс. Они попросили сказать, Дань, расскажешь, будет очень приятно. И давай мы наведемся, Женька, покажем. То, что у ребят, они не настолько в данном случае, прям, у них есть тоже, кстати, свой YouTube-канальчик. Они стараются, насколько могут. И они разыгрывают, знаешь, какого числа? 29 декабря. То есть совсем чуть остается времени. Друзья, разыграют монитор. Сейчас тебе покажу, насколько. На 34 дюйма от MSI. Ты понимаешь, какая крутая штуковина? И репостов тут немного. А нужно просто подписаться на их пост, сделать это. И есть возможность выиграть репосты. Поэтому, друзья, не поленитесь, перейдите, подпишитесь на пацанов. Я думаю, будет очень приятно. И они как-то приходили в мастерскую в Петербурге и спрашивали, Дань, один вопрос к тебе. Зачем ты рекламируешь конкурентов? Потому что, по факту, PC Boost, это ребята тоже собирают компьютеры, да? И я много, действительно, в Петербурге к многим ребятам заходил. По факту, это является рекламой конкурентов. Но я хочу что сказать. Мне самое важное, я так считаю, если ты действительно хорошо знаешь свою работу, то у тебя всегда, и ты делаешь это качественно, с любовью, то у тебя всегда найдется клиент, и в беде ты не останешься. Поэтому мне, наоборот, хочется показать ребят, которые стараются делать все с душой, на совесть, на качество, чтобы вы могли обращаться. Ребята находятся в Петербурге, кстати, как и наша вторая компьютерная мастерская, между прочим. И просто вот буквально пару тезисов скажу то, что ребята делают, чем они, допустим, круче нас. Потому что, в прямом смысле слова, что у них идет, когда, допустим, полностью настраивается сборка, у них идет подарок, устанавливается лицензионный Windows 10 либо 11, что очень круто. И у них дается 10-часовые стресс-тесты, 2 года гарантии они дают. И одно бесплатное полное техническое обслуживание всего ПК в течение всего гарантийного срока. А если клиент не успел, то и даже после гарантийного срока. То есть ребята заморачиваются над сервисом, очень стараются, знаете, прорваться вперед, чтобы о них больше знали. Поэтому я искренне называю себя скрещу пальчики, чтобы у них было все хорошо, они развивались. И я надеюсь, что вот наш такое доброе словечко им поможет. Поэтому, друзья, Моник от ребят из PC Boost, вам привет, PC Boost, развивайтесь, пусть Петербург наполняется как можно большими крутыми компьютерными мастерскими. Но не забывайте про нашу на Васильевском острове, между прочим, тоже. Я думаю, всем будет приятно. Давайте перейдем непосредственно к самому ноутбуку и быстренько его прокачаем. Блин, я еще прочитал, говорю, у ребят еще чай, кофе и сладости, хорошее настояние в подарок идет. Я тоже об этом всегда мечтал, у нас что-то в Белгороде чай, кофе. Вот в Питере есть чай, кофе, а у нас нет чай, кофе в Белгороде. Мы отстаем, мы отстаем от петербуржцев и надо догонять. Ладно, ноутбук, друзья, сначала давайте посмотрим, в чем проблема. Клиент пришел с фразой, нереально тупит, медленно включается и просто катастрофа. И давайте, вот я уже нажал кнопку включения, кстати, вот обычная загрузка, давайте еще разочек даже. Так, сейчас мы, секундомер-то можно включить как-то? Есть на этом телефоне секундомер? Давай, мы возьмем секундомер с тобой и давай даже, вот щелкнем обычную загрузку. Вот он, допустим, включился, щелкаем обычную загрузку. И вот посмотрим, это у него обычный жесткий диск, он начинает вращаться, начинает крутиться. И прям, знаешь, я возвращаюсь назад на 10 лет, когда у большинства людей были обычные жесткие диски. SSD-шки были достаточно дорогие и не все ребята ими пользовались. Но и ты спокойно ждешь. Это знаешь, это как-то жил, что ли? Пошел чаечек. Чаечек, то есть была какая-то прям культура своя особенная. Вот комп только-только, вот мышку показал, уже 30 секунд прошло. Он такой, ну хорошо, подумаем. Вот, о, пожалуйста, добро пожаловать. Давай, дружище, давай. Ну это что, кстати, достаточно неплохая скорость. Неплохая скорость, но ничего, мы подождем, чтобы картину полную этого ноутбука ощутить. И это проблема у большинства таких агрегатов. То есть, я думаю, ни для кого не секрет. Люди многие в мастерские приносят свои ноутбуки, чтобы проапгрейдить непосредственно что-нибудь SSD-шку добавить, память подозагнать его немножко. Но мы уже минуту с вами прождали и до сих пор не дождались никакой картинки. А если я вам скажу то, что даже после того, как вы дождетесь и войдете в систему операционную, пока реально можно будет открыть хотя бы мой компьютер, пройдет еще славный, наверное, минуту три, в лучшем случае. И он начнет... То есть, вы в прямом смысле слова можете пойти поучить уроки, пообщаться с мамой, сыграть с другом в шахматы. Ваш комп только загрузится. Это, блин... Ну вот все, посмотри, уже полторы минуты, мы до сих пор с тобой никуда не загрузились. В общем, себя комп вот так вот противно ведет. Я даже это не буду, чтобы у нас ролик не вышел из того, как мы ждем, пока загрузится этот ноутбук. В общем, боль, печаль и грусть и уныние. Выключаем. Мы знаем то, что тут идет у нас двухъядерный процессор. И в этих агрегатах, за что их безумно люблю, потому что буквально на ваших глазах мы сейчас что сможем сделать? Мы сможем снять батареечку. И я специально тут уже парочку винтиков открутил, осталось совсем чуть-чуть. Мы, снимая, ну буквально пару винтов с тобой, дружище, добираемся до всего, что нам нужно. И это очень здорово, если вот у вас ноутбук примерно такой же конфигурации, конечно, вы тут просто в золоте. У нас мы сразу с тобой что видим, дружище? Мы видим с тобой то, что у нас здесь наша система охлаждения, то есть для очистки профилактики можно очень быстро, оперативно это все грамотно сделано. У нас видеокарточка охлаждается, процессор охлаждается. У нас есть два слота под оперативную память. Одна планочка на 4 гигабайта, на 12800 частотой. PC3 здесь стоит. И мы видим то, что еще сюда можно добавить. Мы видим то, что вот наш жесткий диск, суперскоростной, замечательный, который грузится по 10 минут. Вот такой вот тоненький, слимовский, тын, моментус, сегейтовский стоит. Класс, согласитесь, то есть нам не нужно с тобой весь ноутбук разбирать, дружище, чтобы прокачать твой старенький агрегат. Это очень здорово. И я, конечно же, чтобы сократить немножко тайм ролика, понятно, что SSD-шка вставляться будет. Запомните раз навсегда, друзья, если у вас ноутбук до сих пор идет без SSD-шки, то вы идете не в то направление. Развернитесь, зайдите в магазин, возьмите SSD-шку, вернитесь, вставьте свой ноутбук, потому что это единственный способ на сегодняшний момент действительно мгновенно и быстро его прокачать по скорости и удобству работы. Поэтому SSD-шка, естественно, в данный аппарат вставляется, потому что она тут отсутствует. Поэтому первый апгрейд Solid State Drive, друзья. Я думаю, это уже такая, такой, вот это модное слово, имба. Да, все детишки используют, геймеры особенно. Ты знаешь, что... Мы уже давно не говорим это слово. Ну, было модно, согласись, до сих пор кто-то, особенно в играх, использует SSD-шку. Ты знаешь, что это означает? Да, конечно. Что? Что суперсильно. Через чудо. А как расшифровывается? Имбаланс. Опа, имбаланс. Да, молодцы. То есть, действительно, что-то, что гораздо имеет большее преимущество, это преимущество имеет огромное, друзья. Соответственно, я уже тут на ваших глазах сразу ее вставляю, и системка там уже даже стоит, и она даже стоит настроенной. То есть, мы уже сразу с вами мгновенно, считайте, на ваших глазах сделали, так сказать, небольшой апгрейд. А теперь нам нужно затестировать. Потому что тестировать, безусловно, на старом жесткий диске что-то невозможно. Там комп вообще абсолютно не грузится. Но вот здесь мы с вами можем посмотреть, с какой скоростью, кстати, он загрузится. Давайте этот момент сразу засечем. Там у нас за полторы минуты мы даже не увидели рабочий стол. Тут же... Виндуже накатил? Да, то есть, я специально сделал все, чтобы максимально оперативно было у нас. Смотри. Сейчас мы с тобой, вот, даже отнажал кнопку включения, начинаем стартовать. Посмотрим на SSD-шке, как загрузится наш непосредственно красавчик. Так, это чисто десяточка причем стоит. То есть, вся красота. И давай просто на глазах с тобой оценим, оценим, насколько ты чувствуешь. Ох, да, неплохо. 20 секунд у нас, друзья, прошло. И, в принципе, мы можем сразу уже даже открыть мой рабочий стол. 20 секунд. У нас там за полторы минуты даже до рабочего стола не дошло. То есть, один плюс очевидный. Я думаю, вот, инженер Александр подтвердит то, что SSD должно у каждого мужика нормально стоять. А если вы мужик, который любит немножко пожестче, тогда SSD убирайте. То есть, это каждому свое, если вы любите чайку попить дополнительно. Окей, а теперь самые важные моменты и параметры, друзья, апгрейда. Потому что ставьте SSD-шку, может буквально каждый, кто может спокойно накатить там системку себе, винду, знает, куда переткнуть, жесткие достать. А дальше, если мы говорим про процессор, оперативную память, есть некоторые тонкости, которые нужно участвовать. Потому что SSD воткнул, и все. Можно даже самую дешевую, китайскую, она, в принципе, какое-то время у вас должна поработать, будет точно. Подлетаю сюда, Женя. Давай мы теперь с тобой оценим, что у нас за параметры идут более конкретные. Потому что нам нужно понять, что с нашим процессором происходит, и как он себя чувствует. Потому что Pentium двоядра, это понятно. А что в него можно вставить, это нужно учитывать. И я миллиард раз-то говорил в наших видео, и скажу миллиард первый, потому что, ну, может кто-то новенький смотрит. Мы, друзья, с вами должны понять, какой у нас стоит здесь чипсет, Южный мост, назовем это так. То есть, непосредственно, что он поддержит. Потому что эти модели шли как на чипсетах, которые поддерживают, допустим, апгрейд на Core i5, Core i3, Core i7 процессоры, так и абсолютно ограничивались максимум, там, Pentium 2030M, если мы говорим про EVBridge третье поколение. Соответственно, давайте решим с вами, как понять, что у вас стоит. Для этого можно скачать самую быструю, легенькую программку CPUID, CPU-Z. И вот она у нас здесь скачана. Кстати, Cooler Master Edition. CPU-Z, напишите нам, пожалуйста, мы хотим Happy PC Edition очень сильно, чтобы с официального сайта можно скачать. И мы видим то, что здесь стоит Intel Pentium 2020M. Это крутяк, это два ядра, и все. Поток у нас ничего нету, частота фиксирована, мы особо с ними ничего сделать не можем. Но смотри, что нам супер важно, нужно посмотреть. Иди сюда. Мы с тобой, если ты сможешь навестись, подлетаем в мейнборд, материнскую плату. И видим то, что у нас HM76. Это очень здорово. Это как раз вот Faust Bridge, да, где Южный мост у нас складочка, и написано 76-й чипсет. И теперь мы с вами делаем очень просто. Если вы не знаете, что поддерживает 76-й чипсет, в кавычках, вперед забегу, он поддержит абсолютно все. Мы с вами просто забегаем вот сюда, пишем прям в гугле HM76. Кстати, по-моему, можно даже вообще ничего больше не указывать. И третья вкладка CPU Upgrade. Вот то, что вам нужно. Upgrade в переводе, вы сами понимаете, что CPU, я думаю, тоже. Соответственно, все, мы попали на этот сайт, и мы можем спокойно пролистать и посмотреть абсолютно все процессоры, которые поддерживает наш чипсет. И это будет означать то, что мы с вами... Это все процессоры, которые он поддерживает? Да. То есть мы вплоть до i7-3840QM третьего поколения с крутой частотой тополя можем в него воткнуть. И он запустит это в 99% случаев, если там нет какого-то косяка по BIOS, либо еще чего-то. То есть, помнили, запомнили, у нас 76-й чипсет держит. Если у вас, допустим, стоит какой-нибудь HM70, тут вы действительно разочаруетесь, потому что он просто физически... Он, самое что страшное, это зараза запустит ваш i5, либо там i3, либо i7, но будет работать буквально полчаса, после чего будет врубаться и все. И каждый раз, вот представьте, компонент все работает, максимально функционально, но каждые полчаса он просто тухнет. Вот, ну, назовем это в кавычках вот такая вот неподдержка, такая вот защита от апгрейда, если мы говорим про более низкие чипсы. Просто запомните, там, допустим, HM70, дульки 77-й, 76-й, полностью у вас руки развязаны, вы в этом отношении красавчики. Хорошо, идем дальше. Мы понимаем, что мы с вами сможем проапгрейдить просто тут хорошо, и мы это сделаем буквально на глазах. Заходим заново в графику и посмотрим. У нас стоит NVIDIA GeForce 635M, она у нас soldered on a motherboard, то есть распаяна на материнской плате, мы с ней особо ничего не сделаем. Но видим то, что у нас 128 бит, самсунговских 2 гигабайта памяти и DDR3-я найдет. Ну, замечательно, да? Простенькая видюшечка, но при этом на целых 2, что это? Да, на целых 2 гига. По-моему, вообще круто, согласись. Для 2019 года 2 гига на видюхе иметь, это прям красотища. Супер, что мы с тобой тестим? Давай сначала мы с тобой сделаем, зафиксируем непосредственно цепью Multicore. Попугай этих возьмем для сравнения небольшого. Мы запускаем Bench. Иди сюда. Он нам показывает, сколько мы с тобой наберем сейчас непосредственно по процессору нашему. У нас вот, мультитред наш. Давай посмотрим. Ну вот, вуаля. То есть 474 и быстренько сделаем фоточку. Ну, это вот так вот мы с тобой зафиксируемся. Все. Что касается мемори, оперативной памяти, мы видим то, что у нас частота 1600. В одноканале у нас сейчас стоит DDR3 на 4 гигабайта. Вот ее тайминги, всякие задержки и так далее. Здесь также присутствуют. Соответственно, что мы сейчас с вами будем делать? Мы для начала, чтобы у нас был наглядный пример, заходим в игрушку. Причем я всегда стараюсь находить игрушки как раз под стать дате выпуска ноутбука. 2012 год, примерно, когда эта моделька была актуальна. 2013 она тоже продавалась много. Игра Most Wanted, она легендарная. Первая часть просто неуязвима с точки зрения крутизны. Вот, да, вот Most Wanted 2012, конечно, не у всех получил, скажем, обалденную критику. Но, тем не менее, она идеально нам подходит, чтобы посмотреть, на что этот аппарат был способен 10 лет назад. По сути, свежие игрушки. Мы сейчас с вами возьмем, запускаем фрапс еще, чтобы видеть, скажем так, наши. И давай с тобой проедемся, посмотрим, как он себя чувствует, этот красавчик. А есть третий? Есть третий, Настюк Мандарин? Да? Вообще, если бы не компьютер на мастерской, я бы выступал в цирке. Это мое меча до детства была. Да ладно, о чем это я? Подлетай сюда. Сто пудов вырежут потом этот фрагмент, знаешь, и скажут. Но он же клоун. В чем-то они правы будут. Так, едем. Посмотри, дружище, как этот красавчик двухъядерный. Как этот двухъядерный красавчик. Ой, я никогда не врезался в игре. Как этот двухъядерный красавчик с видеокарточкой 635-й GeForce просто тащит игруху 2012 года в разрешении 1600 на 900. И смотри, 32FS, то есть 30-очку мы имеем. Это консольные просто, консольные кадры. 2FS больше, чем на консоли. Обалдеть. Нет, это супер играбельно. Это супер играбельно, при этом, смотри, красотища, согласись. Ну-ка, дрифт. Дрифт на Porsche. Скажи, это стойная игра. Что это? Я, между прочим, в нее играл. Мне нравилось. Ну, в общем, вы запомнили, да? У нас 32 кадра примерно имеет. Посмотрим, изменится ли что-то. Мы видюху с вами проапгрейдить не можем на этом агрегате. Но, оперативочка, но, проц, возможно, нам какого-то рифка даст. Как думаешь, изменится у нас FPS какой-нибудь? Кэш изменится. Что-то, в зря видос записываешь? Ну, не факт, потому что, мало ли, может, все в видюху там упирается, а просто еще вообще отдыхает. Кто его знает, я не помню. Но, честно сказать, помнится в 2012 году, вот, когда эта игра вышла, я где-то в 14-ом в нее играл. Мне казалось просто взрыв на бажки. И куда 10 лет делся, я не пойму. Куда они делись? Куда они делись? 10 лет, пацаны, верните. Мы сейчас раскручиваем. Достаем вот эту вот коробочку с надписью EVI. EVBridge. Третье поколение Intel. И нам нужно решить, что сюда подойдет. Мы сюда можем вставить вплоть до О7-го процессора. Но, учитывайте, друзья, если мы вот в нем с вами, допустим, 3630QH, вот такой вот агрегатик, он имеет 4 дра, 8 потоков. То есть, по сути, вот, максимум, что можно из этого поколения вышить. Но у него теплопакет достаточно большой, будет греться достаточно сильно. И вопрос, нужны ли вам эти 8 потоков, если вы просто выполняете какие-то базовые офисные задачи, открытый. То есть, максимально в этот ноут можно вставить О7-й, но мы в него вставлять не будем. Просто по причине того, что, во-первых, мы не хотим супер жаркую машинку, мы хотим все-таки, чтобы он был попрохладнее. И это не нужно клиенту. То есть, клиенту нужно подешевле и просто, чтобы нормально работал в офисных задачах. А вы сами понимаете, то, что, ну, а пятый, третье поколение под офисные задачи подойдет изумительно. Именно поэтому мы надеемся, что он действительно рабочий. И берем i5-3210. Вот такой вот красавчик сюда непосредственно пойдет. Все, обратно засовываем вот эту вот штуковину и оперативная память. Очень важный момент, друзья. Если у нас есть слот, нам что нужно учесть? Нам нужно учесть, друзья, с вами чистоту. То есть, если планочка на 1600 идет, вставлять на 1133 не стоит. То есть, она тоже заведется, она тоже выдаст изображение. Но это будет, как говорится, не тот момент, который нужно. Здрасте. Вот, соответственно, мы с вами находим что-то похожее на 1600 частотой. Вставляем. И у нас уже, по идее, надо проверить, будет работать двух канал, наверное. Да? И две планочки. То есть, в два раза увеличим. Поэтому мы вставляем с вами оперативочку сразу же. И потихонечку раскручиваем систему охлаждения. Закидываем новый проц и тестируем. Самый приятный момент, друзья, подлетайте. Это, конечно же, попрощаться с стареньким агрегатом. Вот так вот. Петька-22. Кстати, эта Петька хорошая. Самое интересное, что зачастую это тоже является апгрейдом на HM70-х чипсетах. То есть, у кого более простенький Петька стоит, он... То есть, на полном серьезе сделали апгрейды, потому что у нее тут и графика будет получше, чем у какого-нибудь, там бывает, 980-й какой-нибудь стоит Петька. Это 960-й. И это апгрейд. И это апгрейд для кого-то тоже. Так что... Хотя, конечно, апгрейд на два ядра дело такое. И вот давайте теперь поместим этого красавчика, крое пятого, непосредственно к нам. Непосредственно найдем по ключу сначала все выставим. Вот так вот. И все, теперь, Жень, давай, мы надеемся, что все будет сейчас отлично. Воля, все, у нас чистые радиаторы. Сейчас все это дело обезжирим, наносим новую термопасточку. И посмотри, вон она, самсунговская память, 635-й, вон, 635-й GeForce, просто красотища. Главное, петли живые, удивительно на самом-то деле. И вообще, ноут находится в идеале, я бы сказал. А, смотрите, 13-го года, 13-го года дата. Вон, в 13-м году я ошибся, но ничего страшного, я ничего страшного. В принципе, не сильно прогадал. Ну что, друзья, мы летим. Мы летим в бой. И, ну, увеличился ли FPS? Ответ нет. Ну, 33 кадра теперь иногда прилетает. То есть, тут у нас, конечно, больше, судя по всему, упор. Вон, даже до 29 в городе у нас просела обстановка. То есть, FPS в игрушке мы никакой не получили. Поэтому, учитывайте, если вы вдруг надеетесь, что, сделав такой апгрейд, вы получите больше FPS в игрухе, то я вас разочарую, потому что связка все-таки GPU и CPU куда более важна, чем просто CPU, допустим, заменить. Если бы, если, ну, если бы в игре, которая упор в проц, тогда бы да, мы бы увидели. В танках очень часто людей апгрейдили. Друзья! Друзья! Вот, видишь, как получше стало. Если бы в танках, допустим, было очень часто, когда апгрейд как раз-таки берут, там с новеньким процессором прям какие-то более другие ощущения, больше FPS добавляется. Но из приятных моментов давай посмотрим то, что у нас многопоток, конечно, теперь ожил. У нас с вами по этому процессору 625, тогда было около 400. Кстати, производительность, что интересно, по одному ядру, однопоточная, ну, там было 230, по-моему, около того, 226 стало около того. То есть, даже чуть-чуть уменьшилось, но, опять же, это может быть небольшая девиация в зависимости от теста. И, ну, 625, то есть, конечно же, в полтора раза, да, по сути, увеличилась производительность, если мы говорим про многопоток. Ну и сам факт, то есть, подлетая сюда, завершая, так скажем, нашу, конечно, комп ожил. Настолько ожил и так быстро летает, что оно безумно приятно. 2,5 сток у нас, турбобуст. Ну, полная красотища у нас здесь получается. И память, конечно, на 1600, две планочки теперь у нас работают. И если мы зайдем в тот же CPU-Z, то мы с вами будем рады видеть дополнительные циферки, которые будут греть нам душу с вами, особенно вот в этом вот memory. Dual Channel, двухканал, друзья, заработал на 8 гигов. Это означает то, что, конечно же, любые мультизадачные решения, здесь мультизадачные решения, чем больше задач надо будет открываться, вкладочек он будет кушать. Это гораздо приятнее, чем было до этого. То есть, подводим с вами цифрами. Был 4 оператива, стала 8. Легко это сделать? Мгновенно. Вообще ничего не стоит. Просто вообще сняли винтики и воткнули плашечку. SSD идеально, грузится теперь мгновенно. Proz нам давает как раз-таки вот этого запаса буфера на многозадачность какую-то, на более хороший отлик в офисных задачах. И человек теперь не будет упираться в то, что у него Proz грузится под сотку, если он открыл YouTube-чик и параллельно что-то пытается себе печатать. То есть, сегодня будет действительно теперь запас по производительности и такого агрегата, друзья. А вот моделька мы увидели с вами 2013 года, да, все же. То есть, 9 лет ей. С такими параметрами на Windows 10 он еще спокойно людям прослужит. Ну, не обману, если скажу, то, что он минимум годика 3, а то и 4, просто чтобы сидеть, печатать, работать и ни в чем себе не отказываться. И главное, что он будет работать быстро, иметь хороший отлик с большим экраном и с неплохим звуком. Этот агрегат является идеальной мультимедийной машинкой. И вы теперь знаете то, что компьютерной мастерской Happy PC, если что, пытаются сохранить нотки стареньких агрегатов, потому что вот с каждым годом ты все больше и больше вспоминаешь, что было раньше и сравниваешь с настоящим. В настоящем больше одноразовой техники. Производитель, конечно, уже немножко по-другому оценивает процесс производства. Старая агрегата вот этих годов до сих пор радует, и до сих пор, спустя 10 лет, агрегат служит и будет человеку служить. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте то, что если перейти по ссылочке в описании, можно поучаствовать в конкурсе ребят, которые Monik разыгрывают, так что удачи PC Boost'у, пусть они развиваются, вот, держим за них кулачки, а вам кулачки за то, чтобы вы имели возможность выиграть классный Monik. Ну и спасибо, что посмотрели. Напишите что-нибудь доброе в комментариях, нам будет приятно. Почитать. Не знаю, когда этот ролик выходит, если он выходит раньше ролика про пацанов, этих, про HPPC Academy, которые пытаются все, уже целый день собрать комп на розыгрыш, я сейчас приду, посмотрю, что они там натворили, вот, то именно в том ролике будет как раз-таки, я говорил тоже за комментарий под роликом, коврик один разыгрываю, поэтому я в следующем ролике скажу, если в этот выйдет раньше. А если он не раньше выйдет, тогда эта консовочка ни к чему не была. В любом случае, спасибо, что посмотрели. Прокачивайте вашу старенькую технику, пусть она, в современном мире себя чувствует прекрасно. И главное, прокачивайте, друзья, себя. Физически, эмоционально, духовно, просто окружайте себя хорошими людьми, и чтобы вы просыпались с улыбкой с утра, двигались вперед и проживали эту жизнью. Кстати, вот вообще последнее отречение от всего этого процесса, концовки. На кассе вчера в магазине стою, подхожу, и там продавщица к Новому году нарядилась. И мы с ней обменялись такими, вот, такой положительной энергией. Я говорю, какая вы сегодня красивая. Она говорит, да, что вы? Я говорю, да, конечно. Она говорит, а вы всегда такой улыбчивый. Я говорю, да, я всегда такой улыбчивый. Я говорю, боже, таким и оставайся. Я говорю, вы тоже такой красивый оставайся. То есть, чтобы вот в жизни у вас было побольше таких классных моментов, когда вы обмениваетесь теплом, красотой и счастьем с другими. Увидимся с вами в новых компьютерных историях. С вами была компьютерная мастерская Хэппи-Пси. Не забывайте то, что помимо Белгорода, Петербург на Васильевском острове 52. Ой, 59, я вообще уже забыл. 59. Ребята, между прочим, ютубчик Хэппи-Пси Питер там стараются, трудятся. Большой вам привет. И, конечно же, тепла в наступающем Новом году, друзья. Ну, мы сейчас с вами этот момент обсудим. Пока-пока.